Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Лучший по профессии – так называется конкурс, который «Газпром Трансгастонск» проводит уже в пятый раз. Те, кто сегодня здесь – лучшие в своих филиалах. Теперь пора выявить лучшего среди лучших, но смысл происходящего не в каких-то рекордах. Часто они вот на этих таких фестивалях, они друг друга, конечно, с ними знакомятся, они находят общий язык и уже приезжая, они… как у них отдача лучше. С каждым годом уровень подготовки и уровень квалификации всех участников очень большой. Художники сварных швов – так можно назвать уровень профессионализма, на который вышли 20 участников конкурса. Каждый из них должен продемонстрировать скорость и качество работы. В этом году конкурсанты должны сварить трубы большого диаметра. Большая сварочная ванна, большая температура, трудно ее удержать в пространственном положении, потолочном и вертикальном. То есть она пытается стечь вниз, ее необходимо удержать, причем не просто удержать, а при этом получить необходимую геометрию сварного шва. Инновация отделяет лидера от догоняющего. Инновационный подход к сварке трубы продемонстрировали конкурсной комиссии специалисты управления аварийно-восстановительных работ компанией. Прямая сварка на магничные трубы и источник питания – оборудование, не имеющее аналогов в мире, в разработке технологии, применение которого занимаются сегодня молодые специалисты «Газпромтрансгаз Томск». В их числе Сергей Бакланов, специалист лаборатории контроля качества, а заодно аспирант Томского политехнического университета. Преимущество в первую очередь перед традиционными технологиями по размагничиванию. Мы можем варить сразу напрямую, без всякого размагничивания. То есть сварщик подошел и начинает варить на магничную трубу, не размагничивая ее. Это очень важно для нас, потому что сами понимаете, сколько затрачивается сил. Один из самых зрелищных – конкурс работников медицинской службы. Если сварщики решают судьбу газопровода, то медики – судьбу человека. Под стать этой задачей и конкурсные задания. С каждым конкурсом сложность теоретических вопросов увеличивается, как и совершенство тренажеров. Современные Гоши и Ванюши не только закрывают глаза, но и кричат. Мы постарались создать максимально реальные условия, которые могут возникнуть на прокурате. В данном случае манекен роботизированный, который отражает все жизненно важные функции. И от правильности действий конкурсанта зависит, выживет он или нет. Для оценки способностей конкурсантов были привлечены специалисты медицинского университета. Для нас это тоже тот первый интересный опыт, который мы бы хотели, или даже не хотели, а рады реализовать вместе с вами. Легкие защитные костюмы одеть. Газы! При угрозе химического заражения от их действий зависит их собственная жизнь и жизнь коллег. В собранности и скорости, доведенной до автоматизма, им могут позавидовать разве что подводники. Три минуты, и эти люди должны защитить тело и легкие от химической угрозы, а затем еще и произвести замер состава окружающего воздуха, а также метеоконтроль. Бросной визель закрыт, заглушка закрыта, подаем давление. Практическое задание конкурса – проведение технического обслуживания датчика избыточного давления на крановом узле магистрального газопровода. Для этого конкурс изознан, для повышения своей квалификации, для того, чтобы мы познавали свои ошибки и не допускали их в будущем. Волнение от того, что работать приходится под пристальным взором проверяющей комиссии, сказывается на всех по-разному. Но у Ивана Нестерова, инженера по ремонту и наладке средств электрокимзащиты, замечаний пока нет. Да, все соответствует, потому что нет признаков славения ни в одном квадрате решетки, и края надрезов полностью сохранены. Буквально многие направления, которые ты делаешь не так часто, Здесь ты должен сделать за один-два дня и правильно, и качественно выполнить все поставленные задачи. Операторы газораспределительных станций. Сначала участнику предстоит найти и устранить неисправность, а затем жюри предлагает так называемую дополнительную вводную. Конкурсанту описывают нестандартную ситуацию, и тот должен сходу предложить ее решение. Оптимальное время выполнения задания – 20 минут. Не то, что поразило, но у каждого разное ГРС, там свое естественно знаешь, все прекрасно, а тут уже немножко теряешься, путаешься. А так, в принципе, рабочие все моменты. В числе конкурсантов и 16 специалистов противокоррозионной защиты. Конкурсная программа этой профессии состоит из проверки теоретических знаний и практических умений в определении сопротивления грунта и электроизмерения на станции катодной защиты, а также в оценке качества нанесения защитного лакокрасочного покрытия. При этом члены жюри отмечают, что уровень подготовки специалистов с каждым годом становится все выше. Фестиваль профмастерства – это не только определение лучших рабочих и специалистов, а это также обмен знаниями и повышение профессионального мастерства по различным направлениям и профессиям. Усложнить программу решили и в конкурсе электромонтеров. Работать участникам приходится на незнакомом оборудовании и по ходу дела вникать в тонкости обслуживания электроустановки. Сначала отключаем УФ-2, УФ-3, ну и питание аккумуляторной батареи тоже можно отключить. Задание достаточно сложное, то есть я старался, ну считаю справился, маленький не до конца, все равно что сказывается, что установка понятна, общая, но какие-то нюансы все равно есть. То есть это интересно, это надо с этим работать. Конкурсное задание заключается в замене дефектного выключателя. Работа по обслуживанию электрооборудования ответственная и опасная. У электромонтеров цена ошибки великая, она самая, наверное, серьезная, потому что любая ошибка, она может быть связана с электротравмой, и те, кто работает в энергетике, об этом знают. В рабочие будни конкурсанты работают с установками переменного тока. Здесь же предстоит устранять неисправности в щите постоянного. Тем не менее, уровень участники демонстрируют хороший. В два этапа проходит конкурс связистов. Задания здесь самые разноплановые, к примеру, организация видеоконференции. Я участвую первый раз, ранее мне участвовать не приходилось. Задания интересные, конечно, это и обмен опытом с коллегами из других филиалов, это и, ну, вообще можно подчеркнуть какие-либо моменты, которых, может быть, раньше не знал. На автодроме тем временем разыгрывается борьба асов управления автомобильной и специальной техникой. Сложность составила, для меня лично, это теоретические задания. Ну, а в общем, в автодром, я так не сильно переживал за автодром, как за теоретические задания. Ну, с каждым годом, я уже третий раз езжу на этот конкурс, с каждым годом задания все усложняются, усложняются. Впервые в этом году водители выполняют упражнения качели. Идея позаимствована из конкурса автоледи. Согласно заданию, все четыре колеса автомобиля должны не менее чем на две секунды оказаться в воздухе. Конкуренция в номинации одна из самых высоких. Хочется отметить следующее, что, наверное, как никогда разрыв между ними будет минимальный. То есть уровень подготовки водителей поднялся, наверное, кратно, вот именно конкурсу. Были проведены большие отборочные мероприятия в каждой филиале и на каждой промплощадке. И сюда приехали действительно не то, что достойнейшие из достойнейших, лучше из лучших. Лучшего в своей сфере определяют и специалисты службы корпоративной защиты. Современный инспектор СКЗ – это не просто охранник. Корректность психолога в работе с людьми, знание современных систем слежения и контроля, впрочем, железные мускулы и умение владеть оружием никто не отменял. Поглядев вот даже сейчас спортивные состязания, я убежден в одном, что есть тот стержень в наших сотрудниках, службы корпоративной защиты, которые те задачи, которые перед нами поставят руководство, они выполнят с честью и достоинством. То есть сотрудники не подведут. Я убежден, что они способны выполнять поставленные задачи. Второй раз в рамках фестиваля профессионального мастерства прошел конкурс молодого специалиста. Данный конкурс позволяет всем участникам, всем нашим молодым работникам самоделизоваться, познакомиться. И, конечно же, мы должны знать нашу молодежь и, в первую очередь, уже рассматривать ее в качестве будущего резерва кадра. В первом же конкурсном задании молодежи общества необходимо проявить знания о предприятии, где они работают. Причем в непростой ситуации. В это время надо строить газопровод. Лучшая молодежь должна быть не только умной, но и сильной. Прыжки с места, подтягивания, отжимания, бег на скорость. Кто бы мог подумать, что нормативы ГТО снова будут критерием здоровья, душевной и физической силы. Тенденция, которая набирает все большую популярность в молодежной среде группы «Газпром». Я занимаюсь футболом, бильярдом, сноубордом, на велосипеде катаюсь. По горам любитель ходить немножко. Туризмом в свое время занимался. Занимался самбо, дзюдо, баскетболом. То есть, как бы, разносторонне. Но в последнее время занимаюсь футболом исключительно. Ну и бильярд. То, что на сегодняшний день происходит в Томске, это уникальное сочетание культуры, искусства, интеллекта, спорта. Уникальные вещи, которые люди делают. Как они креативят, как они по инновационному мыслят, предлагают. Я думаю, что это востребовано не только в Трансгаз Томске, это может быть востребовано и в других наших компаниях. Отдельный этап конкурса «Лучший молодой специалист» – интеллектуальная игра «Узнай за 60 секунд». Напряженная работа мысли в условиях жестко ограниченного времени, взаимопонимания с товарищами по команде и успешно найденный правильный ответ. Мои ребята молодые, живые, очень активные, с нетривиальным мышлением, поэтому зачастую прямая логика, она здесь не всегда срабатывала. Да, и то, что мы делали какой-то расчет, выстраивали прямые логические цепочки, не всегда ли пытались найти какое-то необычное решение. Они действительно креативные, умные, талантливые и самое главное, наверное, эмоциональные и непосредственные. Они честны в своих эмоциях, они открыты для общения, они готовы, и они хотят общаться, они хотят жить, они хотят развиваться, они хотят больше знать. Уверенность в том, что такие ребята – это будущее России, это да, это будущее России. И это будущее процветающей России, передовой, лидирующей державы. Редактор субтитров А.Семкин